Здравия желаю, дорогие друзья! Очередной обзор кризисных новостей. Санкции, экономика, безработица, рост цен, курс рубля. Все, что нас ждет и то, что уже происходит. Начнем с хорошего, начнем с позитивного. Под роликом вы можете найти книгу Михаила Делягина, которую я превратил в аудиокнигу. Вы можете просмотреть ее в специальном плейлисте «Победи кризис сам». Инструкции, советы, рекомендации, как вести себя, какие дела, действия, каких действий избегать, если у вас проблемы. И как раз вот подобные вещи описывались в этой книге. В Бурятии местным раздают кур несушек по 30 рублей за штуку. Отдают не больше 10 птиц в одни руки. То есть за 300 рублей, 300 рублей, вы можете получить 10 куриц несушек, вы кормите их зерном, комбикормом, выпускаете их на лужайку и получаете каждый день свежие яйца. Друзья мои, это шикарный антикризисный ход в условиях того, что вообще происходит. И когда телеграм-каналы некоторые начинают по этому поводу иронизировать, знаете, не до смеха, для многих людей такого рода подсобное хозяйство это будет залог выживания. Если вы живете в поселке городского типа, на селе, в деревне, очень рекомендую найти себе тоже кур несушек. Калининградский автомобильный холдинг «Автотор», где собирали BMW, Kia и Hyundai, в связи с непростым экономическим положением, решил выделить сотрудникам по 10 соток под огороды. Казалось бы, похожая ситуация и в принципе правильная, однако, земля на участках уже подготовлена к посевным работам, «Автотор» также решил продавать получившим участки работникам высококачественный семенной картофель отечественного производства для посадки. То есть вроде бы земля бесплатна, скорее всего это какой-то пустырь взяли и распахали, который «Автотор» сам-то получил за нисколько. А вот если ты хочешь заниматься там сельским хозяйством, надо купить немножечко семян. Это, конечно, попахивает совсем нехорошо. Наживаются на людях, которые оказались в тяжелейших жизненных обстоятельствах. То есть работники сейчас в простое, у них начались сокращения зарплат, со временем их будут просто увольнять. На самом деле получить участок земли – это может быть, опять же, серьезная поддержка и экономия на ближайшие полгода-год. Вырастить огурцов, кабачков, капусты, картошки, закатать, засолить, замариновать – это же очень хорошо. Есть и другой подход к решению продовольственных проблем. Ноу-хау импортозамещения. В России начали продавать колбасу из воды и без грамма мяса. Колбаса без мяса. Вот состав – вареная колбаса, крем на растительных маслах, продукт охлажденный, состав – вода, маргарин, масло подсолнечное, масло пальмовое, вода эмульгаторы, соль, ароматизатор, краситель, регулятор кислотности. То есть там вообще мяса нет. Вообще без мяса. Но называется вареная колбаса с паприкой. Неплохо так? Антикризисные, блин, меры. Если так будет продолжаться, мы просто вымрем. Если мусорная пища будет не 50% нашего рациона, вот эти вот макарошки мерзотные, которыми нельзя питаться, если это будет единственная пища – 100%. Прощай, Россия, тебя никто не будет вспоминать. Некому будет тебя вспоминать. Вот так точнее. Правительство готово распространить господдержку для системообразующих предприятий, то есть самых крупных олигархических предприятий. Им же помогают в первую очередь. Вот правительство готово распространить эту поддержку на крупные компании, оставшиеся без такой помощи. Выбрана уже отработанная на опыте COVID-19 модель выдачи поручительств. WebRF гарантирует до половины кредитов таких компаний общим объемом более полутриллиона рублей, 500 миллиардов рублей раздадут крупным компаниям. У меня вопрос. А мелкий и средний бизнес когда получат такую поддержку? Почему вся поддержка направлена на крупные и крупнейшие корпорации? Странненько как-то, не находите? Рынок введен в глубокий наркоз мерами Центробанка. Интересное словосочетание. Достаточно точное. Рынок введен в наркоз мерами Центробанка. Если ничего не изменится в мае-июне, рубль может укрепиться к доллару до 60 рублей ниже, утверждает Сбер-CIB Investment Research. Это некомфортно для бюджета экспортеров, зато поможет импорту. Перевожу на русский язык. Вот смотрите. Перед этим эфиром я позвонил в Сбербанк. Мы тут с супругой решили немножко на отдых смотаться. Нужна валюта. В другой стране, в Турцию, дешево и сердито. Там рубли, конечно, никому не нужны. Нужна валюта. Спрашиваю в Сбере, почем валюта? Доллар стоит 83 рубля 44 цента. Простите, 44 копейки. Доллар 84. Евро 91 с половиной. А вот на официальном сайте. Американский доллар по 72 рубля. Хотя я позвонил, узнал у своего консультанта. Я в Сбербанк-премьеру, у меня там есть личный консультант. Мне говорят, вы можете прийти, и вам реально вживую продадут доллар по 83.44. А на сайте написано 72, на 10 рублей меньше. Евро на сайте написано 77 рублей. А в реальности 91 с половиной. Нифига себе. Ну и что это такое за сказки нам рассказывают? Что типа, да-да-да, курс у нас замечательный, курс у нас прекрасный. Это ложь. Это брехня. Откровенная брехня. Дорогие друзья, не давайте вводить себя в заблуждение. В любой момент эта вся благостная картинка обнулится. Доллар вполне может стоить и 100, и 120, и 150. В зависимости от того, насколько криворуко будет действовать Эльвира Сахипзадовна, наш министр финансов Силуанов, министр промышленности и торговли Мантуров и многие другие. Что касается борьбы с коррупцией. Это моя любимая вообще тема. Это же тоже все влияет на кризис. Сейчас у людей повышается запрос на справедливость. Мы-то, понятное дело, нищаем. Мы-то будем по помойкам лазить. Простой русский народ. Ну кто-то же, кто-то же, видимо, разворовывает наше богатство. Если у нас самая богатая страна в мире по природным ресурсам и всяким полезным ископаемым, и мы по площади, у нас всего полно. И вот, пожалуйста, вот, задержали опасного коррупционера. Высокопоставленный сотрудник столичного Росздравнадзора пойман при получении взятки. Поговаривают о начале давно намечавшихся чисток в коррумпированном ведомстве. Главный государственный инспектор отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения был схвачен в пятницу 29 апреля при получении взятки в полмиллиона за сокрытие выявленных нарушений и общее покровительство в ООО «Империя Плаза», медцентр «Элеон Плаза» на Новослободской. 500 тысяч рублей. Как вы считаете? Вот это вот высокого полету птица взяли? Если вся его, ну вот, как бы, размер взятки 500 тысяч. Мне что-то подсказывает, что у нас в стране тысячи человек берут взятки, ну уж от 10 миллионов рублей. Не верю я, что начались какие-то чистки. Не-не-не-не-не. Нас просто хотят успокоить. Ребята, все под контролем. Вот, пожалуйста, еще прекрасная история. Россия может захотеть привязать рубль к цене золота. Привязка цены на золото становится все более конкретной. Россия заявляет, что рассматривает возможность привязки обменного курса рубля к цене золота. Этот шаг обсуждается с президентом Путиным, заявил пресс-секретарь Песков. Опять же, Россия привязывает рубль к золоту. Предположим. Хорошо. Но ведь, да-да, у нас много золота в резервах, в запасах. Правда, много. Но у нас не половина международных запасов, и не четверть. Международные глобалисты-спекулянты в любой момент могут серьезно повлиять на цену золота. И если сейчас цена золота, ну, например, я давно не смотрел, по-моему, около 1700-1800 долларов за унцию, может стать 500 долларов за унцию. И что мы будем с нашим рублем делать, который в три раза подешевеет? Вы знаете, это какая-то плохая идея. В целом, концепция привязки введения золотого рубля, то есть рубля, который обеспечен золотом, это немножко другая схема. Почему она опасна, почему она плоха? Вот у вас есть, например, тонна золота. И вы на эту тонну золота выпускаете, например, миллион рублей. Ваша экономика живет, дышит, выпускаются новые товары, строятся дома, шьется одежда, обувь, производятся продукты питания, создаются заводы. Есть определенные товары, товаров становится больше. А золота у вас как была тонна, так и осталась тонна. Значит, в экономике не хватает денег. А где же их взять? Чтобы выпустить еще миллион рублей, вам нужно где-то еще купить тонну золота. Но у вас в стране не хватает золота, чтобы обеспечить экономическое развитие. Вы должны идти на мировые рынки, к Ротшильдам, Рокфеллерам, китайцам, американцам, израильтянам, англичанам, и просить у них, продайте нам, пожалуйста, золото. Вот как это происходит. То есть привязка валюты к золоту – это, по идее, стабильность, но с другой стороны, это серьезнейший тормоз финансово-экономического и, главное, промышленного развития страны. Это тупиковый вариант. Если это будут продвигать, это очень плохо, это очень опасно. Росстат фиксирует снижение рождаемости в России. По данным ведомства, по итогам первого квартала текущего года в стране родились 320,5 тысяч детей, на 16,5 тысяч меньше, чем в январе-марте прошлого года. Прошлого года! Тяжелого, кризисного, пандемийного года. А мы вообще исчезаем с лица земли, я правильно понимаю? У Путина вообще какие-то мысли по этому поводу есть? Вячеслав Володин, может быть, хотя бы выскажется по поводу безумного сокращения численности нашего населения? Напишите в комментариях побольше раз фамилию Володин. Вячеслав Володин, отзовись. Вячеслав Володин, почему мы вымираем? Пусть он хоть заметит его референты, которые изучают социальные сети. Пусть они хоть что-то прокомментируют. У нас и так по итогам прошлого года сокращение численности населения 1,040,000 человек. Прогноз на этот год 1,2,000,000 человек. Еще и рождаемость падает. И они молчат, как будто все нормально, ничего особого не происходит. Индийской экономике потребуется 15 лет, чтобы преодолеть потери от пандемии. Это у них никакой войны нету, никакую спецоперацию они не проводят. А российские власти когда говорят, когда мы пандемийные последствия преодолеем? Ах да, нам же сказали, что мы уже преодолели все проблемы, правда ведь? Нам еще в ноябре, в январе говорили, что уже все отлично, все, Россия по многим показателям обгоняет до пандемийных показателей. Все, 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 все у нас отлично. Хватит врать-то. Ну вот, понимаете, это же не просто ложь, безобидная, по ничего не значащим причинам. Ситуация примерно такая. Насилуют женщину, вы слышите крики, вы видите полицейского, вы говорите, там насилуют, пойдем помогать, пойдем спасать. Он говорит, я ничего не слышу. Так вот же, вот орет, слышите, вот помогите. Я ничего не слышу. Хотя он слышит. Это вот такая ситуация. Это что с таким полицейским надо делать? У нас есть статьи, преступная халатность, оставление без помощи и так далее. Этот бы полицейский загремел, если все это как-то обнародовать, расшуметь ситуацию. А чиновники, Госдумы, депутаты наши, народные избранники, у них все нормально. Правительство готово распространить господдержку. Так, это мы уже обсуждали. Вот еще, пожалуйста, история замечательная. Показывается дворик, обычный дворик, жилой. И бродячие собаки бегают. Все у них хорошо, все у них прекрасно. Людоеды возвращаются на место преступления. 21 апреля в Липецке, во дворе жилого дома на улице Гагарина, 74, мальчик, убегая от стаи разъяренных бродячих собак, попал под мусоровоз и погиб. Ребенок умер, потому что службы отлова животных не делают свою работу. Это надо четко зафиксировать. Это вина конкретных лиц. Конечно, это фиг докажешь, но я думаю, вы со мной согласитесь. Прошла неделя. Отец девочки, которую покусали ранее на том же месте, снял видео. Власти города бравурно рапортовали, что профи отлова выезжали несколько раз для беркования с последующим выпуском во двор того же самого дома, пойманных аж пять собак. Но на кадрах по-прежнему бегают крупные наглые псины, едва ли не гадят на цветник, высаженный рядом с местом гибели ребенка. Короче говоря, все прекрасно. Дети умирают. И специалисты выехали, работы проведены. Проблема устранена? Нет. А это не наша ответственность. Это не наша обязанность. Всем плевать, что проблемы не решаются. Американская Cortewa AgriScience, бренд Pioneer, один из крупных поставщиков средств защиты растений и семян, уходит из России из-за событий в Украине. На Украине все-таки. Опять же, у нас прекрасные возможности показать себя во время глобального продовольственного кризиса. Мы можем вырастить дополнительно на 10, 20, 30 процентов урожая, продавать его в Африку, в Азию, в Европу, в Америку. На фоне нехватки продовольствия мы же можем шантажировать их даже на дипломатическом уровне. Ребята, дружите с нами, снимайте санкции, отменяйте санкции. Мы вам продаем там пшеницу, кукурузу, сою, все остальное, яблочки. А сможем ли мы заниматься нашим сельским хозяйством, если у нас не будет средств защиты растений и семян, если у нас не будет самих семян? Опять же, средства защиты семян — это опасная химия. Вот сейчас американцы уходят. А чем наши сельскохозяйственники начнут свои семена обрабатывать? Российскими средствами? Самой дикой ядовитой химии, которая только есть? Я напомню. У нас сейчас идет переориентация на восток и на юг. Мы будем закупать китайские аналоги. Китайцы так ведут свое сельское хозяйство, что после них земля вообще мертвая. После того, как китайцы обрабатывают землю, пользоваться ей невозможно. Они используют яды дикие. Теперь у нас в стране будут делать все то же самое, я правильно понимаю? Ну и последнее. Вимбельдан, принадлежащий Пепси Коле, будут приобретен компанией Мультипро. Сделка уже одобрена Федеральной антимонопольной службой. Вы как думаете? Они смогут обеспечить то же качество? Я напомню, у нас даже упаковок нет. У нас оборудования своего нет, и запчастей для существующего оборудования нет. У нас рецептур нет. Дорогие друзья, вот все, к чему вы привыкли, надо пересматривать заново. Вот вы привыкли, может быть, уже 15 лет подряд, вы едите какой-нибудь йогурт вимбельдан. Или ребеночек ваш ест уже 5 лет какой-то творожок. Обратите внимание, может внезапно возникнуть аллергия, несварение живота, другие какие-то последствия. Я не только про вимбельдан. Сейчас вся экономика, промышленность, в том числе пищевая промышленность, пошла псу под хвост. Следите за своим здоровьем, ищите курни сушек. Честное слово, сейчас самое время подумать о том, как выживать в ближайший период времени. Месяцы, возможно, годы. Вместе мы силы, вместе мы победим. Объединяйтесь в потребительские кооперативы, закупайтесь оптом, продуктами питания, объединяйтесь подъездами, домами, районами. Вместе веселей, как говорится. Мы обязательно победим. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова